всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и в этом коротеньком уроке я хочу показать вам как соединить два конца каната когда мы с вами вяжем сумки корзинки ну или еще что-то подобное то есть речь сейчас пойдет о вязании из джута то есть мы джутовым канатом обвязываем шпагат и так вот мы вязали вязали у нас закончился канат что нужно сделать для того чтобы продолжить вязание конечно же взять второй канат для того чтобы соединить канат нам с вами понадобится острый нож изолента доска на которой можно резать и клей у меня вот такой вот клей для текстиля в принципе здесь подойдет обыкновенный клей момент который называется кристалл он прозрачный он в принципе такой эластичный и соединение будет также незаметно для начала мы заматываем кончик каната вот то место где уже канат распушился мы в учет не берем мы его потом срежем вот отсюда где он у нас плотненький мы заматываем аккуратненько наш канат это нам нужно для того чтобы он у нас не распушился дальше со вторым кончиком поступают точно так же и смотрите теперь вот так вот под углом нужно отрезать канат нож должен быть очень острый чтобы срез получился вот такой вот ровный и красивый второй конец каната мы отрезаем под тем же самым углом то есть у нас должна быть одинаковая сторона для соединения и теперь вот эти две стороны прикладываем измеряем все хорошо отрезалась у нас если что-то где-то неровно срезалась подправьте намазываю теперь вот это место клеем можно обе стороны намазать и соединяем все даем какое-то время канату приклеится итак девчонки смотрите вот у меня хорошо все схватилось прошло наверно полчасика то есть это надо конечно же оставить на какое-то время чтобы все подсохло я убираю изоленту свободно она убирается вот так вот со второй стороны тоже убираем все я освободила наше место соединение посмотрите как все получилось просто идеальное соединение да она затрачивает немного нашего времени но зато здесь сейчас я продолжу вязание и у меня наверняка все будет красиво ровно и без каких-либо тут утолщение или еще чего то если у вас нет например клея под рукой то можно соединить конечно же и без клетки смотрите второй вариант соединения каната это когда вы вот так вот немножко раскручиваете хвостик то есть одну часть но он вот видите состоит из трех частей хотя их тут много еще в трех еще по 4 по 5 что вот видите вот но хотя бы вот так вот на три части делим одну распустили где-то вот здесь отрезали вторую где-то примерно пасы посерединке и второй хвостик каната точно так же обрезали через одинаковые расстояния вот эти вот части каната и соединяем их уже вместе друг напротив друга да прикладываем здесь вот к нашему вязанию и уже вот это соединение да тут придержать придется мы фиксируем нитками шпагата тоже будет более-менее все ровно и красиво ничего никуда не разлетится не разъедется не рассыплется но тем не менее вот такой вот способ мне кажется совсем все красиво и ровненько получится поэтому рекомендую вот таким образом заклеивать но у меня на этом все вяжите свои корзинки вяжите свои сумочки красивые у вас будет качество идеальное всем пока пока с вами была Юлия и мой факультет рукоделия